Добрый день, всем добрый вечер, добро пожаловать на последнюю сегодняшнюю сессию, возможно это лучшая сегодняшняя сессия. Мы будем рассказывать об HCL Domino на докере и еще дальше. Меня зовут Томас Кампель, я один из спикеров, и сегодня здесь вместе со мной присутствует мой коллега и друг Дэнио Нэшет. Дэнио, добрый день, здравствуйте, меня зовут Дэнио, и я очень рад, что у меня была возможность в прошлом году посетить эту конференцию, и также я присутствую здесь сегодня, я этому очень рад. Я отвечаю за техническую часть, за демонстрации, а сейчас я передам слово Томасу, чтобы он представил тему. Да, ну еще хочу сказать, что я Томас Кампер, я директор по управлению продуктом в HCL, отвечаю за вопросы безопасности. И как Данил уже сказал, мы в прошлом году присутствовали на конференции в России, и также мы провели очень интересную дискуссию в отношении Domino на докере. Это был DominoDocker Bootcamp, а сегодня мы хотим выйти за границы докера, и наша сессия будет достаточно техническая, здесь, надеюсь, будет много нового для вас. И таким образом, поскольку у нас достаточно много слайдов, у нас несколько демонстраций, давайте начнем. Ну, как обычно, информация о конфликте интересов. Вы видите, что мы будем говорить о наших будущих продуктах, о будущих разработках, и, возможно, эти продукты изменятся. Об этом, пожалуйста, необходимо учитывать данный факт. Итак, давайте теперь перейдем к началу. Вообще, в индустрии IT нам всем нравится устанавливать серверы, нам нравится делать все вручную. На самом деле нет, вы это знаете. То есть я имею в виду, что на самом деле мы всем хотим, чтобы у нас было какое-то программное обеспечение, какое-то решение, которое будет легко развернуть. То есть которое можно будет развернуть достаточно просто и быстро. И когда мы его разворачиваем, необходимо, чтобы его можно было использовать повторно. То есть я имею в виду, когда мы делаем то же самое еще раз, необходимо, чтобы эта имплементация была последовательной. Например, когда вы устанавливаете домены, вы должны быть уверены в том, что на вашем втором сервере настройки такие же, как и на первом. И, наконец, я хочу сказать, что мы хотим, чтобы общая стоимость владения была снижена. И для этого в отношении времени для развертывания, конечно же, это автоматизация. Когда вы автоматизируете задачи, то, конечно, удается сохранить большое количество времени. А что касается повторного использования последовательности, здесь есть такое решение, как стандартизация. То есть можно стандартизировать это решение, гармонизировать его. И, конечно, в плане снижения стоимости можно оптимизировать решение. Принновации. И, как сказано в названии данной презентации, мы говорим о докере. Докер – это контейнер. То есть здесь речь идет о том, насколько быстро вы можете развернуть какое-то решение. И здесь, я думаю, что эту разницу можно объяснить, если вы просто посмотрите на один из документов. На самом деле это презентация. Мы сделали презентацию в IBM. То есть он сделал презентацию. Это IBM Saint-Dame, версия 9. От нуля до героя. Если вы помните данную презентацию, вы знаете, что там было 970 страниц, и необходимо было следовать им всем шаг за шагом, чтобы установить данный продукт. Теперь хочу сказать, что контейнеры на самом деле все меняют. Поскольку в мире докеров мы просто выпустили SameTam 11.5, и мы занимаемся установкой той же среды. И здесь это все можно сделать просто за 4 шага. То есть вот здесь вы запускаете конфигурацию, делаете установку, и на этом в принципе все. То есть видите, что уходит всего лишь несколько минут на завершение всей этой работы. И сейчас вы понимаете, что когда мы говорим о докерах, о контейнерах, мы видим большое количество новых технологий, появляются новые логотипы. И кажется, что все это несколько сложно, они нас несколько путают. Когда мы говорим о Крио, например, о каких-то других логотипах, очень много. И это только начало. Я имею в виду, что если вы сейчас посмотрите на ландшафт CloudNative, то вы увидите, что CloudNative Foundation разработал соответствующий ландшафт. И там еще больше логотипов, еще больше технологий сейчас присутствуют, которые позволяют нам решить те проблемы, которые у нас возникали раньше. Я имею в виду снижетировать разработку, масштабировать ее. И все это вполне возможно и нужно это сделать для того, чтобы вам было проще работать. И в рамках сегодняшней сессии мы хотели бы, чтобы вы смогли лучше понять некоторые из этих технологий, могли понять, каким образом вы можете рассматривать их, в особенности в контексте доминон. И для этих целей мы хотели бы начать вот с этого небольшого потока решений. Таким образом, если вы хотите развернуть доминон в докере, в среде контейнера, то здесь необходимо начинать с левой части, вот с этого круга. И если вы хотите просто что-то протестировать, просто с чем-то поиграть, то, возможно, рабочего стола докер для вас хватит. То есть это то, что работает на вашем компьютере, на какой-то небольшой машине. И уже этого будет достаточно для того, чтобы запустить сервер домино местный. И здесь все отлично. Если же вы хотите перейти на уровень производства, если вы хотите запустить эту машину и работать с ней постоянно, то, возможно, в этом случае необходимо выйти на уровень входа. Это сервер докера. То есть для костинга протокта это совершенно нормально. И здесь мы видим, что все становится несколько осложнений, если вы хотите масштабировать. То есть если вы хотите масштабировать данное решение на тысячу пользователей, сотню тысяч пользователей, если вы хотите масштабировать ее на какой-то массивный объем задач. И здесь, по нашему мнению, есть определенное решение, которое для вас подойдет. Оно состоит в следующем. Если вы хотите потратить деньги, если вы к этому готовы, поскольку Kubernetes – это как раз одна из платформ оркестрации, вы можете ее использовать. Это открытый источник, вы можете использовать ее. Но также можно использовать одно из коммерческих решений, например, OpenShift. И есть другие решения, которых достаточно много. И сейчас мы хотели бы помочь вам, чтобы вы больше узнали об этой среде. И поэтому изначально я хотела бы описать некоторые технические детали, а затем мы перейдем к следующим слайдам. Итак, еще раз хочу кое-что повторить. Почему Docker так интересен? Почему контейнеры так интересны? Это связано с тем, что в контейнере у вас есть только реальное приложение. И там уже нет операционной системы. Это означает, что вместо того, чтобы устанавливать полностью операционную систему, вместо того, чтобы поддерживать операционную систему в контейнере, у вас есть только приложение. То есть в нашем случае это будет домино. И затем можно взять это изображение и перенести его из одной среды в другую. И можно повторить те же самые шаги по установке. То есть для этого необходимо просто применить это изображение для вашей контейнерной среды. Здесь есть определенные технические термины, которые я хотела бы для вас объяснить. И вот вы видите их на этом слайде. Так, хочу сейчас кое-что объяснить. В среде контейнеров есть такое понятие, как изображение. То есть это может быть любое изображение. Может быть в домино, как я уже сказала. А здесь речь идет о том, что в нем содержится все приложение. Его можно использовать. И можно сравнить его с CD-ROM или с DVD. То есть это как какой-то участок программы, который не работает. То есть это просто участок программы, он пока еще не запущен. Это именно то, что я подразумеваю под словом изображение, имидж. И этот имидж находится на хостинге в регистре Docker. То есть вы знаете, что это официальный регистр Docker, который находится на docker.com. И что мы делаем в нашей среде? У вас есть Docker Host. То есть это машина, на которой используется Docker. И когда вы его используете, данная машина запускает задание Docker. И у вас есть клиент, есть командная строка или какой-то еще клиент. И вы можете как раз коммуницировать с Docker. То есть этот клиент может направлять команды туда и обратно. И когда направляется команда, например, можно загрузить образ из регистра на ваш местный регистр образа. В этом случае вы видите под данный образ. Это логотип домино-сервера. То есть это один из образов, который мы предоставляем. И когда вы запускаете Docker, вы запускаете этот образ и создаете контейнер из него. Контейнер является одноразовым. То есть там нет каких-то постоянно существующих данных. А мы хотим, чтобы данные сохранялись для домино. Поскольку когда вы перезапускаете ваш сервер, когда вы пересоздаете контейнер, необходимо, чтобы была директория данной домино, и чтобы эта директория все еще сохранялась. Поэтому мы говорим, что это определенный объем докера. Я сейчас сказала о некоторых технических терминах. Я понимаю, что если раньше вы об этом не слышали, то вам будет несколько сложно это понять. И поэтому мы с Дэниелом решили, что в особенности для администраторов домино может быть полезно, если у вас будет такой небольшой словарь. То есть мы как раз предложили эту идею в создание вот такого словаря, для того, чтобы вы могли лучше понимать эти термины в рамках терминологии докера и домино. То есть когда специалист по докеру говорит об образе, это то же самое, что шаблон, темплейт в домино. Или же, например, когда мы говорим о контейнере в докере, то это приложение в домино. То есть подобные вещи, споставление терминов. Мы еще добавим термины в рамках нашей презентации. Я думаю, что, Дэниел, вы могли бы объяснить, что в настоящий момент мы можем сделать, что у нас есть, что у нас доступно в плане образов докера для домино. Дэниел. Дэниел, включите микрофон, пожалуйста. Да, извините, пожалуйста, у меня был микрофон выключен. Итак, образы докер. Нам необходимо понимать, что есть образы докер HCL, официальные, которые можно загрузить в FlexNet. И это тот образ, который также доступен в качестве технического предварительного просмотра для тех, кто только начинает пользоваться данной программой. И данный образ выстраивается на универсальной основе. То есть сейчас он запускается на докере, только на этой платформе. И впоследствии он также будет работать с 12-м выпуском в различных средах, как, например, OpenShift, Kubernetes и других. И в то же время мы с Томасом разработали проект GitHub. И мы уже начали выпуск 9.1 для того, чтобы развернуть домино на докере. То есть это также версия образа. То есть мы получили обратную связь от сообщества и решили внедрить ее в файл докер. И впоследствии можно его встраивать в вашу среду. То есть, честно сказать, что это как такая песочница, как игровая площадка для новых фич. И мы сейчас используем ее, предоставляем обратную связь в VHCL для того, чтобы эти фичи были доступны. Возможно, здесь все несколько отличается от того, что у нас было в самом начале, поскольку это общественный проект. И здесь в нашем демо мы покажем те идеи, которые мы привнесли в этот проект, и на основе которых мы в итоге разработали эти фичи, которые стали частью выпуска 12 для домино. А вот здесь вы видите проект, в рамках которого можно выстроить собственный образ на основе того, что содержится в проекте. И здесь есть несколько фич, которые позволяют вам запустить сервер, поддерживать его, обновлять его. Можно использовать оба проекта. Можно выполнить тестирование с 12 выпуском, использовать официальный образ, и затем можно использовать наш образ в продакшене. И мы подготовили несколько слайдов, на которых объясняется, какие опции у вас есть. Сейчас хотел бы несколько слов сказать о них. В зависимости от операционной системы опции могут разниться. Например, на Mac есть декстопная версия Docker. Ее очень просто устанавливать. И здесь есть также небольшой кубернитис. Очень удобный для разработчиков. И также для клиентов очень удобно, которые только начинают работать с докером. То есть здесь есть различные образы. На самом деле правная точка. И больше подходит для персонального использования. Также есть докер на Windows. И докер на Windows. Здесь используется виртуализационная технология Windows. То есть в итоге в бэк-энде, в большинстве случаев, мы видим, что все строится на Linux. То есть в основном это Linux, который работает с Docker.Demon. И затем мы видим комбинацию с тем, что производит ваша операционная система. Что еще здесь еще более интересно? А вот докер на Windows. Это Linux сервис, вторая версия. Здесь мы получаем даже больше интеграции в то, что может предложить нам Windows. И также в то, что может предложить нам Linux. То есть здесь мы видим лучшее из этих двух миров. Я использую это на своей машине. Уходит какое-то время на настройку. Но после того, как все уже запустилось, хочу сказать, что очень интересно использовать это для разработки собственного приложения. А не просто для того, чтобы использовать наши образы. Вот еще один слайд. Здесь вы видите, что вы можете общаться с Docker.Demon. Вот мы разместили всю эту информацию. Можно впоследствии будет пройти по ссылкам и познакомиться с ней более подробно. Сейчас мы хотели бы ее пропустить. Вот следующая опция. Я думаю, что также следует отметить, что если у кого-то из вас есть вопрос, то вы можете использовать чат для того, чтобы задать этот вопрос. У нас также в самом конце будет небольшая сессия вопросов и ответов. Хорошо. Так, мы сейчас быстро приближимся по этой информации, просто чтобы у вас появилось какое-то общее представление. Вот следующий уровень. На самом деле, это все еще первый уровень, но не могли бы вы вернуться на один слайд. То есть, это у вас будет на виртуальной машине. И вы можете установить это на вашу машину с использованием контейнера. То есть, это нативный Linux в бэк-энде. Работает совершенно так же, однако, он уже работает в вашей среде. И следующий уровень – это сервер Докер. Это то, что можно уже использовать в производстве. То есть, здесь вы используете Linux по вашему выбору. Например, направляете нам соответствующую ссылку. Затем вы используете версию Докер 19 или выше. 18 также сработает. И таким образом у вас будет серверная среда. И это хорошо подходит для небольшой среды, но на самом деле это не подходит для того, чтобы работать корпоративно для всей компании. Следующий уровень – это Kubernetes. Как-то он уже начал вам объяснять. Kubernetes или же есть более небольшой проект. То есть, это также бесплатная версия, общественное ПО. Еще одна версия, которая работает с CPU 1. Case 3S. То есть, на самом деле, он построен на основе Kubernetes. И это более небольшое развертывание. Мы также успешно его используем. Вот это ванильный Kubernetes. Простой Kubernetes. У него есть такое преимущество, что он бесплатен. Но, с другой стороны, необходимо много всего сделать самостоятельно. И именно поэтому мы сейчас говорим о следующем уровне. Это уже коммерческая версия, и их достаточно много. Вот есть Rancher. Это одна из них. Вот это у меня есть на моей машине. Здесь требуется, на самом деле, гигабайт оперативной памяти для самого начала. И затем, на следующем уровне у нас есть другой вариант – OpenShift. OpenShift есть в коммерческой версии, но также есть и бесплатный проект. Есть общественное ПО. И на самом деле, это та среда, которая была разработана специально для масштабирования. То есть здесь, на самом деле, для минимальной установки требуются три машины, 16 гигабайт оперативной памяти, 120 гигабайт дискового пространства. То есть без этого нельзя будет совершить установку, просто чтобы вы это понимали. То есть действительно, она подходит только для более крупного развертывания. Но многие наши клиенты стремятся именно к этому. Потому что иногда им кажется, что лучше вложиться и больше инвестировать. Но очень многие интересуются этой инициативой. И, наконец, можно передать слово Томасу. Можно объединить всю терминологию, сопоставить терминологию Домино с терминологией Кубернетиса. Да, я разрабатываю нашу терминологию и словарик, чтобы администраторы Домино лучше понимали мир контейнеров. Справа вы видите новые термины, которые возникают. Например, нод, под, кублет. Что интересно, все это уже имеет аналог в нашем мире Домино. Если кто-то из Кубернетиса говорит о ноде, то фактически это очень похоже на сервер Домино. И TCD в мире Кубернетиса соответствуют адресной книге и директории кластера в мире Домино. Если в Кубернетисе говорят о файле YAML, то YAML файл соответствует документации Домино. Я уверена, что у всех у вас великолепная документация Домино. Как вы понимаете, у вас должно быть прекрасно задокументировано окружение, идеально описано в файле YAML. Это значит, что это же окружение можно будет воспроизвести в других условиях. Тот же самый файл YAML воспроизводится на другом окружении. Да, я покажу вам, как выглядит YAML файл уже совсем скоро. И я бы хотел начать с применения контейнеров на нашем окружении и в нашей сфере. В HCL мы используем контейнеризацию Docker для разработки продуктов. Это крайне полезно для автоматического тестирования, когда мы строим ПО. Очень много времени занимает установка сервера на виртуальной машине, чтобы оттестировать продукт. Гораздо эффективнее оказывается создать контейнер, провести тестирование и разрушить контейнер. Это очень максимизирует эффективность нашего тестирования. Возможно, вы слышали о проекте SOFI, HCL Software Factory. Там вы можете прогнать наш продукт в домино также в окружении Кубернетис. Наши партнеры также используют контейнеры. Например, компания Factor UI в Италии. Они полностью автоматизировали развертывание домино в контейнерах и в Кубернетисе. Для нашего бизнес-партнера это выгодно, потому что это значит высокую степень автоматизации. И они могут очень быстро добавлять новых клиентов и обновлять окружение. Есть еще компания DINAK, немецкая компания. Я передам слово Дэниелу, и он о ней расскажет подробнее. Они как раз выпускают Same Time, версию 11.5. Она уже недавно была выпущена. Как мы ранее показывали вам на слайде с инсталляцией Same Time, вы просто скачиваете ПО, размещаете его на сервере, выбираете конфигурацию. И все. То же самое касается и любого апгрейда. Гораздо удобнее не просто устанавливать так программы, но и поддерживать их в нужном состоянии. Еще один крупный клиент, с которым я работаю, страховая компания. Они хотят переместить все приложения Domino на окружение в Кубернетисе. И я работаю еще с одним бизнес-партнером, который разрабатывает мобильные приложения. И им требуются самые разные мобильные версии. После того, как они установили их, я спросила, сколько вам места понадобится, сколько мощностей. Может быть, мы используем Docker? Да, я воспользовался Docker. И они могли размещать все свои приложения именно на этом сервере. Им не нужно ничего устанавливать, они просто берут образ и применяют его. Звучит, конечно, довольно сложно, неспецифично. Из-за обилия технических терминов, но в конечном итоге это очень простая система. Скоро мы проведем демонстрацию. Я вам объясню, что мы вам конкретно покажем в рамках этой демонстрации. Помните разные компоненты окружения Docker? Мы бы хотели сконцентрироваться на среднем элементе. Мы берем образ домино, запускаем контейнер. И директория домино будет расположена в отдельном разделе. Томас и Дэннио уже в прошлом году показывали нам эту демо. Да, это правда. Мы уже показывали сервер домино на докере. Но в этом году мы все усовершенствовали. Мы интегрировали все новые фичи, которые можно применить в домино. Поэтому мы покажем вам, как полностью автоматизировано установить сервер домино, поименовать его, создать директории, создать ID сервера, выставить все конфигурации и развернуть SSL-сертификат полностью автоматизированно в контейнере и создать ID Vault. Раньше это было невозможно. Чтобы создать ID Vault, требовалось все делать вручную. А сейчас это все стало возможным буквально за один клик. Буквально через несколько секунд вы уже готовы работать на окружении, использовать Nomad Client, Node Client. Дэниел покажет вам эту демонстрацию, поэтому мы быстро поменяемся экранами. Дэниел, пожалуйста, продемонстрируйте свой экран. Отлично. Все на Linux. У меня операционная система Linux. Я уже подготовила пустой директорий. Это местная система файлов. Вы видите, что она абсолютно пустая. На другой вкладке я вам покажу, что я уже подготовила YAML файла, которым упоминал Томас. Он описывает ваше окружение. В данном случае один сервер. Но может быть и несколько серверов, где серверы работают слаженно в единой системе. Именно этот файл я использую. Там очень синтекс похож на Kubernetes. Вы определяете свои порты и сервисы. Здесь вы видите, что я использую образ доминоу докера. Последняя версия 12. Я уже присвоил имя и имя хоста. И очень важно для домино. Я говорю подождать 60 секунд перед шатдауном, потому что домино какое-то время сохраняет информацию. Итак, я присвоил имя домино-лаб. Далее я описываю окружение сервера. Все переменные, которые может обработать докер. Это новые параметры. Конфигурация домино, которую мы используем. Вы определяете окружение. Раньше мы использовали что-то подобное в проекте Community. Мы взяли все переменные и объединили их в PDS. Здесь мы такого не хотим. Здесь у нас новая фича, которая вышла только в декабре. Абсолютно новая. И мы вам сегодня впервые это показываем. Эти переменные читаются сервером в самый первый раз. Таким образом создается сервер. Создается имя, пароль. Все остальные шаги, о которых вы знаете в процессе установки сервера. И у нас есть три дополнительных сервера со своими именами и ID. Все они помещаются в определенные директории. Как упоминал Томас, это отличные новости. Мы очень долго этого ждали. Наконец-то мы можем автоматически создать ID Vault. Конфигурация сервера. Это касается не только докера. Мы можем делать это и на серверах Nomada. И, наконец, у нас есть определение окружения. Какие части мы используем. Мы используем порт NRPC. Порт 80 и 443. Они нам нужны для создания сертификата. Потом определение разделов. И вот и все, что нам нужно. В следующей вкладке у нас пустой директории, который мы уже видели. А здесь я использую компоновщик докера. Я даю имя и впечатываю app. Вот и все. Итак, прогоним. Я хочу, чтобы вы видели, что происходит в контейнере. Мы подготавливаем сервер Domino. Возможно, это займет немного времени сейчас. Вы видите, что создано окружение. Теперь вы видите сервер. DS API фильтр уже загружается. Это часть Domino 12. Все, что связано с шифрованием и сертификацией. И вы видите, что сервер уже готов. И мы сейчас будем задавать сертификат. Пока что мы можем посмотреть, что происходит с самим сервером. Уже создан документ для протокола. Я именно так все описал. 5 секунд мы ждем HTTP Challenge. У нас рестарт сервера. В этой сборке пока что это нужно. В дальнейших сборках такого не будет. Вы можете пока что зайти в браузер. Предположим, московский. Не тот браузер, к сожалению. Но вы видите, что все функционирует. Сертификат есть. Простите, не тот сеттинг показал. Давайте возьмем вот это. Здесь вы видите, что у нас работает сертификат, что все подтверждено Let's Encrypt. И теперь вы видите работающий сертификат. Все функционирует. Отлично. Вы можете не только автоматизировать сам сервер и процесс его установки, но вы также можете вовлечь сюда Let's Encrypt, все скомбиновать, используя программу доступа к домино. Релиз у нас будет в следующий понедельник. Демонстрация, которую вы видели. Я думаю, что уже был релиз. Так, простите. В декабре уже был релиз. Да, декабрьский релиз у нас уже прошел. Все уже могут использовать FlexNet для скачивания. Вы видите, что мы уже создали IDBall. Все функционирует, сервер работает, и мы наконец-то можем с ним работать. То есть все шаги сработали автоматически. HCL совмещает весь необходимый функционал. Мы получаем обратную связь о ваших потребностях как комьюнити. Например, включение IDVault. Это был именно пользовательский фидбэк. Нам требуется IDVault для очень многого. В процессе работы для самых разных приложений. Отличная демонстрация. Итак, давайте вернемся к презентации. Томас, может быть, ты? Я хотела прокомментировать только диаграмму на следующем слайде. Если PowerPoint нам не помешает. Итак, дальше мы переходим к кубернетису. И я передаю слово с Томасу. Я хотела сказать, что образ, который использует Daniel, и файл YAML, который он применял, не связан только с контейнерами Docker. Все то же самое может использоваться и в кубернетисе, и в OpenShift, и на другом ПО. Если вы помните презентацию прошлого года, у нас была очень длинная командная строка, чтобы вставить все конфигурации. И как только вы разворачивали множественные серверы, вы задавались вопросом. Как можно автоматизировать этот процесс? Чтобы все масштабировалось быстрее, было более гибким. И, наконец, мы этого добились. На следующем уровне, как вы видели, в кубернетисе еще много технических терминов, которые требуют пояснения. Дэниел. Да, простите, я вернусь к демонстрации. Я просто могу перемещать слайды. Так вот, если говорить об архитектуре кубернетис, есть отдельный нот. Похожий на сервер домино. Ну, у кубернетиса есть новая система менеджмента. В демо Дэниела вы, возможно, поняли, что добавится целый новый уровень возможностей менеджмента управления. вам нужно управлять только файлом YAML, описанием того, что происходит. Я объясню все компоненты, которые здесь упомянуты. И эти компоненты обеспечивают то, что происходит, масштабирование в кубернетис. Давайте вначале посмотрим на следующий слайд. Давайте представим, что у вас есть кластер кубернетис. И там есть контейнер, который мы сейчас уже описали. Вы это уже видели, но в кубернетис здесь требуется управляющий интерфейс для администратора. Да, Томас. И что здесь интересно? Это тот же самый контейнер, та же самая технология. То есть здесь просто мы видим другой контекст. Вот что здесь важно. То есть в данном случае мы говорим о том же функционале. Это тот же образ. И что Томас здесь показывает, это просто как следующий уровень, что находится вокруг контейнера и то, что управляется тем, что использует кубернетис. Вот что у нас сейчас будет. Хорошо. То есть здесь самый маленький элемент это под, это контейнер. И над ним есть небольшое управление. В кубернетис можно использовать это в рамках развертки, deployment. И это развертывание может задержать себя один под. Может задержать себя несколько подов. И в этом случае у внутреннего пода есть внутренний IP-адрес, внутренний под. И затем вот здесь вы видите, что в том же приложении может быть еще один под для масштабирования, для балансирования нагрузки и так далее. И IP-адрес, как вы видите, IP-адрес 10.0.0.1, 10.0.0.2 для второго пода. У обоих подах есть лейбл. Здесь для цели простоты мы используем MyApp. И затем мы поднимаемся на уровень выше. Вот на следующем слайде здесь вы видите, что в кубернетисе описывается это приложение в качестве сервиса. то есть кубернетис знает, какой контейнер получит трафик в случае, если вы выбираете данный контейнер для MyApp. И также оно понимает, что если данный под уже недоступен, можно перенаправить трафик на другой под. То есть это умная технология. И можно получить доступ к этому сервису на под. И он также является внутренним. То есть если вы хотите, чтобы он был доступен извне, есть публичный IP-адрес, публичный под, который создается на контроле Ingress. И здесь вы определяете, какой адрес будет маршрутизирован на какой сервис. И благодаря всему этому можно собирать достаточно сложные приложения, поскольку можно использовать данный под TheMyApp. И затем вот на следующем слайде вы увидите, что можно добавить еще один контейнер для другого сервиса под названием Full в этом случае. То есть здесь мы видим большую среду предприятия. И домино здесь может сыграть очень интересную роль для ваших приложений. То есть мы сейчас рассказали об основных принципах. их можно использовать в различных средах Kubernetes или в других приложениях, таких как OpenShift, например, или Rancher. И также другие специалисты, которые пишут приложения над Kubernetes, здесь используются те же самые принципы. То есть речь идет не только о Kubernetes, именно поэтому важно эти принципы понимать. когда речь идет о масштабировании, конечно же, здесь очень много возможностей, просто бесконечное количество возможностей и для администраторов домино. Я хотела бы, чтобы вы еще раз ознакомились с этим слайдом, опять же, этот словарик. Мы полагаем, что действительно эти термины будут очень полезны для вас, чтобы вы лучше понимали, что они значат. Ну, и, конечно, наша презентация длилась всего 45 минут, и можно ее рассматривать только в качестве вступления в эту большую тему. Но я надеюсь, что вы сейчас понимаете, что этот образ, который предоставляет HCL, относится не только к докеру, что речь идет намного более широко в мире, в который мы заходим, и в нем очень много интересных и гибких возможностей. И использовать их очень интересно. Но в особенности, когда мы видели демонстрацию Дэниела, когда он просто с нуля выстроил сервер. Сколько времени ушло? Менее минуты, да? Да. Но там было несколько шагов. Да, именно так. И необходимо распаковать шаблоны, темплейты. И я бы сказала, что на все ушло примерно одна минута. И в Kubernetes есть и некоторые другие детали. И, возможно, также их следует объяснить. Ну, вот здесь у нас есть, например, более широкое объяснение. Возможно, следует пропустить эти слайды. Ну, да, понятно, что нам нужно экономить время, и поэтому мы сейчас перейдем сразу же к рекомендациям и затем к сессии вопросов и ответов. Итак, какие итоги мы можем подвести? Какие рекомендации мы можем вам предложить? Но в первую очередь, и я жирным шрифтом эту фразу выделил, что бы вы ни делали, вы всегда работаете на Linux. То есть всегда это одна или другая форма Linux. И также важно, что это всегда Kubernetes. Если вы говорите о среде предприятия, то есть как бы это ни называлось, Rancher или OpenShift, все равно с технической точки зрения все это работает на Kubernetes. И поэтому, пожалуйста, постарайтесь не заботиться о всех этих технических терминах. Я думаю, что у вас все получится. К этому привыкнете. И также у меня был слайд с переводом, и я там указала, что YAML это формат файла, который описывает вашу среду. То есть YAML заменяет PDF. Ну, имею в виду, что если PDF для вас это идеальный документ. И когда вы записываете все в конфигурационном файле, вам не нужно беспокоиться о каких-то изменениях в вашей среде, поскольку здесь есть очень хорошие технологии. Да, это определение контейнера. И можно использовать его точно так же в тестовой среде, производственной среде. То есть в этом плане, что мы еще не показали, можно работать с переменными. не нужно указывать какое-то конкретное имя. И можно использовать тот же файл YAML в различных средах. И поэтому все даже еще более интересно. Так, и нашей целью является не только сделать так, чтобы домино работал на контейнере, поскольку мы это можем сделать, но мы хотим, чтобы этот контейнер был полностью управляемым. то есть это необходимо для того, чтобы достичь тех целей, о которых я рассказала в самом начале. Я имею в виду временное развертывание, воспроизводимость, консистентность и, конечно же, мы хотим снизить совокупную стоимость владения. И благодаря этому ваше жизнь станет намного проще. Итак, какие итоги я могу подвести, какие уроки можно извлечь из этого семинара по определению домино не является платформой для микросервисов. Домино сама по себе это платформа, которая объединяет несколько сервисов в один продукт. То есть, когда мы используем кубернитис, домино из-за этого не будет распадаться на какие-то отдельные участки по определению. Однако, когда мы используем развертывание контейнеров, как мы уже объяснили, благодаря этому домино может получить значительные преимущества от автоматизации и можно снизить совокупную стоимость владения благодаря использованию контейнеров для развертывания. И то мы здесь речь идет не только о домино, но также о таких продуктах, как Traveler, например. И также у нас есть Oblars, Vault, то есть мы выполняем полную конфигурацию Vault с первым контейнером. В принципе, это соответствует тому, что мы сейчас показали в демо. Что еще хочу подчеркнуть? Когда администратор домино говорит с администратором Kubernetes, пожалуйста, понимайте, что вы говорите на разных языках. То есть у вас даже возможно мышление совершенно разное, но есть словарик, который мы как раз здесь разместили на этом слайде, и будет вам очень полезен. Поэтому, пожалуйста, используйте его, держите его под рукой. Я думаю, что когда вы будете общаться друг с другом, вы сможете друг друга лучше понять. Что ж, я сейчас хочу перейти к завершению, потом, надеюсь, у нас будет несколько минут на вопросы и ответы. Вот несколько слов об этом слайде. Просто напоминание. Высокая доступность. Kubernetes предлагает кластеринг, а кластеринг в Kubernetes это очень хорошая технология, но она не может заменить кластеры домино, поскольку одно на уровне приложений, а другое на уровне ниже. И здесь еще очень много всего нужно сделать для того, чтобы использовать кластеринг в Kubernetes. То есть нужно, чтобы использовался кластеринг в домино и также использовались кластеры в Kubernetes. Таким образом, один размер не подходит для всех, когда вы планируете ваше развертывание в Kubernetes, когда вы выполняете шаги в данном направлении. Пожалуйста, общайтесь с сообществом, там есть прекрасные люди, которые могут оказать вам поддержку, помочь вам в чем-то. Мы провели большое количество сессий и, конечно, мы можем поделиться наилучшими практиками, но, пожалуйста, не упустите эту возможность узнать о том, что могут сделать контейнеры для вашего развертывания. Да, что еще мы хотели бы отметить? У нас есть некоторые примеры в отношении развертывания Kubernetes, то есть есть определение Kubernetes-контейнеров в нашем общественном проекте, и они также могут быть полезны в качестве начальной точки. И здесь мы расскажем также о новых версиях. Мы приведем и эти примеры, которые у нас были для конференции, и расскажем об этих примерах сообществом. Мы не могли ранее этого сделать, поскольку мы не хотели испортить эту демо, не хотели спойлерить, но это будет доступно не только презентацией, мы также поделимся с вами всей информацией. и вы узнаете еще более подробную информацию. Хорошо. Теперь давайте перейдем к сессии вопросов и ответов. Хочу попросить нашего модератора, который внимательно следил за вопросами. Здравствуйте. Вы здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Томас, Дэниел. Рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, вы получили вопросы? Да, конечно. Но до того, как мы перейдем к сессии вопросов и ответов, я хочу сказать, что мы хотели бы выразить особую благодарность Дэниелу. То есть у нас очень много людей разместили, даже не вопросы, а слова благодарности Дэниелу. Они хотят поблагодарить Дэниела за все, что он сделал для Домино, для Линокс, за всю его работу. Да, большое спасибо. Да, вы выполняете просто прекрасную работу, Дэниел. Большое спасибо. Большое спасибо от нашего сообщества. Большое спасибо, это очень приятно. Да, спасибо. Поздравляю, Дэниела. У нас есть вопросы, я буду задавать их в разной последовательности, чтобы все было более логично. Скажите, пожалуйста, какие у впечатления докер может использоваться для производства или только кубернетис может для этого использоваться. Каково ваше мнение по данным вопросам? Ну, в первую очередь, хочу сказать, что на рынке есть некоторое недопонимание того, что сейчас происходит с докером, в каком направлении мы идем. Ну, эта сессия называлась докер, но на самом деле нужно было назвать ее контейнером. И мы всегда говорим о контейнерах, а не просто о докере. А докер как продукт является единственной опцией. То есть есть еще один проект, который мы не упоминали, портман. И портман это альтернативное решение. То есть оно на самом деле напоминает докер, но в этом случае не требуется демон. И можно также его использовать для построения образов. И, например, как раз Рэчет за это выступает. И я не думаю, что докер будет играть основную роль в будущем. Они на самом деле выполняли те же ошибки, BlackBerry. То есть изначально это было прекрасная компания, но сейчас шаг за шагом я вижу, что другие компании развиваются быстрее, чем они. И поэтому я уже не стала бы рассматривать докер в качестве стандарта. То есть действительно докер интересен для построения первых контейнеров. То есть это хорошая платформа. И в качестве платформы для построения докер все еще очень эффективен. то есть даже мы видим, что портман изначально работает на докере, но затем если вы хотите сделать какие-то масштабные развертывания, то необходимо, чтобы у вас был сервер докер, как мы уже показали, в качестве второго уровня. И будет даже еще лучше, если вы непосредственно перейдете к кубернетис, поскольку в будущем как раз кубернетис будет использоваться для многих различных сервисов. То есть докер это скорее такой уровень входа, и портман также это для уровня входа кубернетис или какая-либо инфраструктура, которая построена на кубернетис, например, OpenShift или другие. Это то, что я бы в принципе стала использовать. Да, хорошо, сейчас я хочу еще раз кое-что уточнить. Мы говорим о том, что вот этот образ, о котором мы говорим, будет работать на всех платформах, и на докеры, и на портмане, и на кубернетис, и на OpenShift, на любой платформе. То есть в этом случае нет необходимости в том, чтобы выстраивать собственный образ для каждой платформы. Это тот же самый образ, он используется везде. Также есть интересный момент, и вот несколько недель назад я говорила о портмане. Портман то есть это такой мост между миром докера и миром кубернетис, поскольку когда мы рассматриваем вот пример, мы видим, что докер несколько отличается от описания портмана в кубернетисе, а портман может как раз собрать определение контейнера и описать его другим образом. То есть мы видим, что здесь такой мост между начальным, входным уровнем и кубернетисом. Я думаю, что это очень интересный момент, и это то, куда мы идем. Достаточно долгий ответ на простой вопрос. Я просто хочу также поделиться контекстом, рассказать о том, что сейчас происходит, поскольку возможно у нас дальнейшие будут вопросы в отношении того, что потом произойдет с докером. То есть мы знаем, что докер Enterprise уходит. Сейчас у нас есть версия докер комьюнити, общественная версия. и действительно они прекрасную работу проводят в плане документации, у них веб-сайт очень хороший. И докер действительно это очень хорошая начальная точка, если вы рассматриваете контейнерную технологию в качестве начинающего пользователя. Но это как раз основной вопрос. Если вам нужно развертывание на уровне предприятия, то вам лучше как раз перейти к кубернетис. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Скажите пожалуйста, вот если вы являетесь поставщиком сервисом, я полагаю, что вам следует перейти на платформу кубернетис. Я могу прийти к такому выводу? Да, да, поскольку вот у нас уже был один из слайдов, и там описывалась такая ситуация, что вы знаете, домином это нечто особенное. то есть что нам Томас раньше показывал? Там были все определения. Мы видим, что не могли бы пожалуйста вернуться к этому слайду? Вот здесь посмотрите. Видим, что это очень хорошо подходит для приложений, но не очень хорошо подходит для домино, поскольку здесь используется под 13.52 и его трудно отправить через балансировщик нагрузки. И поэтому это будет лучше работать с кубернетисом. И здесь есть определение нескольких сервисов, то есть у вас будет один сервис с одним адресом IP, и для каждого сервера домино. Если вы поставщик услуг, то необходимо отделить различные сервисы не только на уровне сети, но также на уровне под. и вы не можете это сделать в среде докерн. То есть как поставщик сервисов вы должны использовать кубернетис. Если вы внимательно слушали нашу презентацию, это моя часть презентации в отношении домада, и также то, что мы рассказывали о SafeLinks несколько дней назад, то вы увидите, что конечно же кубернетис начально был построен для протокола HTTP, и что мы сейчас хотим? мы хотим использовать протокол RPC в WebSocket, и таким образом Domino может использовать все эти технологии. нужно учитывать, что все, что связано с веб-приложениями Domino, будет отлично работать с HTTP. Конечно, планирование может стать более сложным, поэтому можно всегда общаться, обсуждать детали. есть те, кто предоставляет услуги, те, кто использует кубернетис, и при этом как правило у таких провайдеров каждый клиент должен быть изолирован от других. У нас есть еще один вопрос. Образ включает себя только Domino, и если мы говорим о приложениях клиентов, как их добавлять? Как я понимаю, Томас с Даниилом разработали дополнительный файл, который позволяет нам включить различные приложения клиентов. Да, в прошлом году в Москве мы делали такое демо и показывали наш проект как автоматически устанавливать приложение Domino в контейнер. Нужно учитывать, что это общественный проект, всего лишь прототип. Давайте убедимся, что мы не смешиваем это с официальным образом Domino, потому что пока что на официальном уровне этой функции нет, но, как упоминал Даниил, тот прототип, который мы разрабатываем и, конечно, мы учитываем весь наш опыт и все эти фичи и функции раньше или позже будут использованы в официальном образе HCL, и у нас будет расширен функционал официального образа. На сегодняшний день можно взять существующий образ HCL за основу и добавлять файлы, скомбинировать их в свой собственный образ. Это значит, что вы создаете свой образ и развертываете его вместе с приложением. Но давайте уточним. У нас есть клиенты, которые используют и наш прототип. Его все еще можно использовать в продакшене. Многие клиенты так делают. то есть это рабочее окружение, которое работает уже на сегодняшний день. Там есть дополнительные скрипты для установки приложений. Мы как только 12-я версия будет выпущена, мы обнаружим потребности наших клиентов и мы получим этот фидбэк и сможем постепенно производить апгрейды, расширять функционал нашего официального продукта. То есть мы стараемся взять лучшее из двух миров от нашего официального продукта и от нашего прототипа. Как упоминал Томас, всегда можно взять образ и просто добавить свой образ. Когда мы говорим о базах данных, это несколько проще. Вы можете использовать наш проект, но если мы говорим о чем-то бинарном, то нам необходим контейнер и необходим дополнительный образ. посмотрите еще раз нашу презентацию. Там есть скрипт GitHub, который мы использовали для того, чтобы развертывать наше приложение. Возможно, это призыв к действию, если вы действительно заинтересованы в расширении функционала. Поэтому присоединяйтесь к проекту GitHub и добавляйте свои идеи. У нас есть платформа Ага на домино, где вы можете также оставлять свои пожелания и идеи о совершенствовании и модернизации продукта. Мы хотим убедиться, что вы достигаете своего успеха на рынке, что вы используете серверы домино более масштабно и гораздо быстрее. многие фичи из 12-й версии пришли к нам как раз с платформы Ага. Я вижу, что многие идеи были реализованы. И даже некоторые мои любимые фичи возникли именно оттуда. Некоторые из тех, о которых мы уже говорили. То есть эта платформа действительно работает. Мы используем эти идеи. я думаю, мы уже вышли за рамки наших временных ограничений. Влад, да, но у нас осталось еще два финальных вопроса. Тревелер на докере. Можно ли его установить? И второй вопрос. Какой дистрибутив Linux вы предлагаете как оптимальный? я бы также хотела прокомментировать это в какой-то момент, когда я работал еще в IBM, да именно поддерживалось, но некоторые новые продукты, такие как версии Volt, поддерживались уже только Red Hat. Итак, два вопроса в одном. прежде всего, мы уже видели, что развертывание домино в докере гораздо легче, чем самостоятельная установка. И, конечно, Тревелер хочет это использовать. Они также разрабатывают свой образ докера для 12-й версии домино. на сегодняшний день нету официального образа для докера, но мы пока что разрабатываем, поэтому ждите новостей, скоро выйдет. А если вы хотите развертывать, используя скрипты GitHub Community, то у нас уже есть скрипт, который может создавать образ Тревелера для докера. То есть этот скрипт уже существует. И второй вопрос о поддержке Linux. Когда мы используем контейнеры, становится понятно, что на самом деле не очень важно, на чем использовать. В традиционном мире разработки нам нужно все тестировать, каждую операционную систему на совместимость. Когда-то IBM решила ограничить количество дистрибутивов до Red Hat и SU Linux. Нам приходилось бороться за поддержку, но с 12-й версии мы надеемся, мы расширим поддержку. дистрибутивов кажется, что дистрибутивы Linux должны выполнять определенные условия, нужны определенные библиотеки, и в таком случае домино будет работать. Различные инструкции в разных дистрибутивах могут отличаться. Мы надеемся, что наше сообщество поможет при тестировании самых разных дистрибутивов Linux. Поэтому я надеюсь, что в том числе вы нам поможете при тестировании сертификации в России и не только. Вы уже видели, что контейнер, который вы видели в демонстрации, для этого использовалась Red Hat UBI. но не важно, какая операционная система у вас вне контейнера. Вы можете выбрать свою ОС и все еще использовать ту систему, которая предоставляет HCL. И перед тем, как окончить сегодняшнюю сессию, мы бы хотели поблагодарить Дэниела, потому что я помню, как мы начинали это тестирование. Я помню, что что-то готовлю завтрак детям. Дэниел позвонил мне, сообщил мне, что теперь поддерживается Linux, что есть немецкий интерфейс. Я очень оценила эти новости про Linux. Спасибо, Дэниел. вы очень помогли нам при развитии Domino. И вас, Томас, мы тоже хотим поблагодарить, потому что вы также внесли свой вклад. Спасибо, ждите новостей. Скоро будет релиз 12-й версии Domino в первой половине следующего года. релиза. Надеюсь, удастся устроить вечеринку по поводу этого релиза. Я надеюсь, что мы сможем видеть всех участников этой конференции во время релиза 12-й версии. Да, спасибо большое. Тоже надеюсь вас увидеть. Хорошего вечера всем. До Продолжение следует...